Добрый день! В эфире Илья Вунг Ти Ви. У нас в гостях международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения Григорь Григориан. То, что обсуждалось в Давосе, тем группе, хотя бы узкой группе людей и тем, кто работал с этим патогеном, этот патоген уже известен, это может быть один или больше патогенов. И поэтому вот то, что они отметили, что 20 раз больше жизни унесет, чем ковид, таким же заявлением они, как бы, с одной стороны, это может быть заявление с целью подготовить общественность, пиар-ход так называемый, а с другой стороны, я не исключаю, что этот патоген уже опробован. В результате этих мер и заявлений, обслуживающих эту группировку людей в белых халатах, потому что врачами их назвать мне трудно, хотя они и являются специалистами, но их заявления и вот технические решения, которые они принимали в отношении своего же народа, не имеют ничего общего с эпидемиологией и контролем инфекционной болезни. Вот в этом кроется преступление, что наш народ фактически превратили в подопытное животное для апробации каких-то препаратов. Та же сама история с апробацией сибирской язвы на нашем населении, когда вспышка сибирской язвы была задегистрирована буквально через неделю после того, как в рамках программы, американской программы по снижению биологических угроз, Норгская инфекционная больница получила новейшее оборудование для диагностики сибирской язвы. Иран не поколеблется нажать кнопку, если он почувствует, что с территории Армении идет биологическая атака. Мы становимся мишенью. Добрый день, Григорий Владимирович. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Григорий Владимирович, вот недавно прошел Всемирный экономический форум в Давосе, где обсуждалась также неизвестная болезнь Х, которая угрожает человечеству и которая по оценке Всемирной организации здоровья может унести чуть ли не в 20 раз больше жизни, чем сам ковид. Что это, к чему это обсуждение? Есть ли реальные какие-то опасения, что скоро нас такое ждет? Спасибо за приглашение. Ну, вы знаете, вот ваш вопрос, он сам по себе подразумевает несколько подвопросов. Да, в первую очередь хотел бы отметить, что до сих пор нету однозначных данных, сколько жизней унес так называемый ковид, потому что, как вы знаете, история с диагностикой этого заболевания, скажем так, этой болезни, она имеет очень много темных сторон, очень много пробелов. И вот, если вы помните, вот была такая установка от Всемирной организации здравоохранения, что все респираторные инфекции нужно диагностировать как ковид, что противоречит всем научным данным, которые были собраны за последние 200 лет. И с таким же успехом Всемирная организация здравоохранения могла рекомендовать все болезни диагностировать как оспу или чуму, понимаете? То есть, ну, в данном случае мы говорим о респираторной болезни, а могли приказать диагностировать как туберкулез, что не соответствовало действительности. И учитывая то, что до сих пор протоколы для диагностики ковида, так называемого, не разработано, мы должны отметить, что в первую очередь пока нет реальных данных о том, сколько в действительности унесло жизни эта патология в мире. Это раз. Во-вторых, вот болезнь Х, которую вы отметили, которую сегодня обсуждают в Давосе, обсуждали в Давосе, вот это название Х, это появилось где-то в 17-18 году, начали появляться вот такие, так скажем, подготавливающие, разогревающие статьи, в основном в западных изданиях были 2-3, если не ошибаюсь, такие статьи, прогнозы были в научных журналах ПЛОС, серии ПЛОС, МЕД и так далее. Но я должен вам сказать, что это совсем не Х, потому что я не думаю, что научное сообщество насколько наивно, чтобы верить в то, что обсуждают болезнь, которая неизвестна. По моему скромному мнению, эти люди прекрасно знают, что они обсуждают, и это болезни Х, это может быть одна инфекция, могут быть несколько инфекций, то есть мы говорим не о болезни, а о патогене. Каким будет этот патоген, это известно только тем, кто с ним работает. Вполне возможно, он может быть сконструированным патогеном, то есть нано-патогеном, я тоже этого не исключаю, коим является этот ковид, так называемый, и его попытаются выставить за естественный патоген. В последнее время наблюдается такая тенденция, и сам работа в различных международных организациях. Мне наконец-то стало понятно, чему служили вот эти все заявления глобальных организаций, что, вы знаете, если вы посмотрите, лет 10 назад, это все началось, или даже, можно сказать, в 2004 году Всемирная организация здравоохранения животных и сельскохозяйственная и продовольственная организация объединенных наций ФАО, они подписали рамочное соглашение о прогрессивном контроле так называемых трансграничных болезней животных и зоонозных болезней. Вот воссоединение этих организаций в рамках этого рамочного соглашения, к которому потом присоединилась ВОЗ, и вот работа, можно сказать, закипела. Начали очень активно подготавливать общество, мировое сообщество, что зоонозные болезни начнут прогрессировать, что 75% всех известных инфекционных болезней человека имеют зоонозное происхождение, и подсчитано, что 60% вновь появившихся болезней, то 60% этих новых тоже будут иметь зоонозное происхождение. То есть еще 20 лет назад они подготавливали. То есть нету до сих пор такого механизма, чтобы возможно было предугадать, когда появится тот или иной патоген, потому что циркуляция патогена в природе, она не подконтрольна, нельзя проследить. Это не птица и не животное, чтобы окальцевать и отслеживать их движения. Мы говорим о микроорганизмах. И вот поэтому я думаю, что в данном случае то, что обсуждалось в Давосе, тем группе, хотя бы узкой группе людей и тем, кто работал с этим патогеном, этот патоген уже известен, это может быть один или больше патогенов. И поэтому вот то, что они отметили, что 20 раз больше жизни уничтожат, чем COVID, таким же заявлением они как бы с одной стороны это может быть заявление с целью подготовить общественность, пиар-ход так называемый. А с другой стороны я не исключаю, что этот патоген уже опробован, потому что для того, чтобы утверждать или прогнозировать о патогенности какого-нибудь патогена или летальности его летальности для людей конкретно, для этого нужна серия лабораторных опытов, в том числе на лабораторных животных и так далее, для того, чтобы определить основные показатели патогена, как вирулентность и патогенность. Если они такое утверждают, значит, или они это уже сделали, или они просто подготавливают общественность к тому, что против него будет совершено глобальное преступление. Григорий Владимирович, вот мы пережили COVID-19 году, насколько Армения на сегодняшний день готова к новой вспышке эпидемии, пандемии, если будет что-то такое глобальное и которое в себе несет больше угроз даже, чем COVID-19. Все меры, которые были тогда предприняты и все то, что было сделано после, если сейчас такое начнется, Армения готова как-то противостоять этому? Вы знаете, я никогда не разделял мнение, что мы пережили COVID-19 или Армения сделала что-то для того, чтобы бороться с этой так называемой патологией, да, потому что вот если мы отмотаем время назад и вот то, что происходило в Армении, это была как бы песня на заказ, то есть те меры, которые предпринимались узурпировавши власть в Армении группировкой, они никоим образом не имеют отношения к науке. Более того, в результате этих мер и заявлений, обслуживающих эту группировку людей в белых халатах, потому что врачами их назвать мне трудно, хотя они являются специалистами, но их заявления и вот технические решения, которые они принимали в отношении своего же народа, не имеют ничего общего с эпидемиологией и контролем инфекционной болезни. достаточно вспомнить заявление одного специалиста, который занимает не последний пост в системе здравоохранения, а именно заместителя центра профилактики и контроля заболеваний, заместителя директора, которая во всеуслышание отметила, что карантин не является эффективным средством в борьбе с респираторными инфекционными заболеваниями. Такое утверждать мог только человек, который или решил положить крест на своей профессиональной карьере, или этот человек не имеет ничего общего с контролем инфекционных болезней в целом. Были и другие подобные заявления, сейчас я не хочу даваться подробно, но должен отметить, что вот все эти заявления, что ковид является естественным, нетерпение ко всем альтернативным мнениям, которые выражал я и мои коллеги, другие специалисты, которые пытались понять, как получилось, откуда возник ковид, почему вот такая не подающаяся никакому профессиональному объяснению летальность и скорость распространения, эти люди просто старались закрыть все рты, и они не побоюсь сказать, с покорностью рабов исполняли все то, что им говорила вот правящая группировка, в том числе вы, наверное, знаете, что, ну, вы можете не знать, но есть такое негласное правило, оно и у эпидеми... принято среди эпидемиологов как ветеринарных, так и эпидемиологов, занимающихся общественным здравоохранением, когда появляется какая-либо новая болезнь, и она неизвестна, следует принимать самые радикальные меры предосторожности до того момента, когда мы сможем выяснить и понять, что это за болезнь. Она может быть совсем не опасной, для человека, к примеру, может быть безобидной, может протекать средней степени тяжести, может протекать остро, может протекать подостро, латентно. Это различные... иметь различную летальность, иметь различные... различное влияние на органы и систему органов человека или животных, да? Но для того, чтобы все это выяснить, нужно время, а до этого не исключено, что он может быть и очень опасным. Поэтому меры предосторожности нужно принимать исходя из худшего. Это правило, негласное правило. Что у нас произошло? В то время, когда только появилась эта болезнь и мы еще находились в догадках, откуда она возникла, почему она возникла, почему вот такая летальность и так далее, информации было мало, вы помните, 2020 год, ямварь, я тогда тоже выступал, уже тогда высказывал сомнения в том, что это естественный патоген, но я не разделял мнение некоторых коллег, которые говорили, такого патогена нету, это блеф и так далее. Нет, патоген был, потому что изменение, да, я, мое заключение было основано на начальных данных о патоморфологических изменениях в организме человека, да, те же мраморная легкая и так далее, вот эти все патологические изменения давали основания полагать, что нет, там что-то, все же что-то есть и это что-то изрядовым выходящее, не похоже на, хотя оно напоминало многие другие респираторные инфекции, но она была не похожа на эти инфекции, течения, летальность и так далее. И тогда мы предостерегали избегать скученности, не ходить там на митинги, да, я, будучи человеком оппозиционных взглядов, я лично предостерегал наше население подождать, пока мы поймем, с чем мы имеем дело, да, не ходить на митинги, избегать этих дискотек, клубов, молодежи, избегать вот этих взаимных поцелуев, обниманий и так далее. Что сделала узурпировавшая в нашей стране власть группировка, собрала митинг. Это в условиях чрезвычайной ситуации, когда Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию, когда в странах уже там драконовские какие-то меры принимались. Здесь начали смеяться, типа, ну, я помню тогда вот это, не побоюсь сказать, существо, которое просто опозорило кресло министра здравоохранения, опозорило в конец. Он смеялся и там говорил там про птичий гриб, гриб динозавров и так далее, делал какие-то неуместные шуточки, в то время, как у нас уже были летальные случаи, да, руководитель этой группировки делал какие-то глупые заявления, типа, мы пинцетом вытащим этого возбудителя и водкой продезинфицируем себя и так далее. Все это привело к тому, что население начало несерьезно относиться, в результате чего мы имели вот распространение несерьезное отношение, но потом, потом, когда поступил приказ от их хозяев, что нет, вы должны объявить караул по всей стране, начались эти драконовские меры, то есть они уже стали так серьезно в их понимании относиться, то есть исполнять заказ, что они уже как бы превысили все меры предосторожности, они начали принимать меры, которые не имели ничего общего с медициной. И когда я и мои коллеги пытались указать на или спросить вот, что общего имеют эти меры, в чем научно, где научное обоснование, нас пытались так сказать замолчать, прерывать эфиры, не давать слова, в общем весь пакет вот помните Алан Даллес что говорил, те люди, которые будут с нами не согласны, мы их оболжем, оскорбим, выставим отбросами общества и так далее. Вся машина, включая так называемые СМИ, которые обслуживают интересы Соединенных Штатов в Америке, такие как радио Свобода, телевидение Свобода и так далее, начали как бы насмехаться, пытаться выставить, что мы там сторонники теории заговора и так далее. Другая вещь, что в этом случае воспользовались также люди, которые не имели профессионального, не имея профессионального образования, начали в интернете и в своих лайфах говорить о чем-то, к чему они не имели отношения и о чем для того, чтобы говорить об этой теме, нужно иметь базовые знания, это другой вопрос, но они тоже воспользовались как бы это уже процесс становления, сама пиар и так далее, это другой вопрос, но то, что правящая стране группировка пыталась всячески выслужиться перед своими хозяевами, это остается фактом. В результате у нас появилась, у нас была полностью разрушена система здравоохранения, сеть наших медучреждений, специализированных медучреждений, таких как центр по борьбе со СПИДом, вы знаете, что в регионе это был единственный, уникальный в своем роде центр, и у которого были выдающиеся достижения в своей сфере, разрушили, уничтожили, порушили, на корню подрубили работу, налаженную работу системы здравоохранения, и что для меня самое, что самое постыдное, в этой подрывательской работе принимали участие также люди, которые годы напролет принимали участие в построении этой системы, то есть они рушили сами то, что они построили, с великим трудом построили. Были, конечно, те, кто воспротивился этому, но с такими несогласными вопрос решили очень радикально, их просто лишили работы, в их числе выдающиеся специалисты, очень известные специалисты, как в Армении, так и за рубежом. В результате система была фактически поставлена под контроль внешних сил, и вот сегодня мы можем сказать, что фактически наша так называемая система здравоохранения или то, что от нее осталось, является колониальной системой, которая полностью в области информации, в области техники и в области управления зависит от внешней силы, да, и я не думаю, что в случае реально серьезной инфекции, вспышки реально серьезной инфекции, она будет способна что-то сделать, кроме как посылать отчетность своим хозяевам, а население оставить в качестве подопытного животного и просто наблюдать и описывать все то, что происходит, да, что касается, я имею в виду, инфекционные болезни. Самый яркий пример вот той лжи, которая в 2020-2021 году была представлена нашему населению в качестве правды, да, это то, что вы знаете, что на всех странах постсоветского союза респираторные инфекции, ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции, имеют сезонный подъем и так далее. Буквально на днях Центр по контролю и профилактике заболеваний назвал около 10 инфекций, которые, около 10 ОРВИ, которые находятся в циркуляции на территории Армении среди населения, причем в их числе были такие различные возбудители, как паромиксовирусы, энтеровирусы, и вирусы, которые не имели друг с другом чисто филогенетического родства. Боковирусы те же. Есть вирусы, которые были из одного рода, но там было как минимум 2-3 рода. И для того, чтобы понять чудовищность произошедшего, я должен отметить, что ОРВИ, как правило, их невозможно диагностировать клинически, потому что клиника во многих случаях у них сходна. Повышенная температура, кашель и так далее, насморк. Для того, чтобы утверждать, вот, они назвали как минимум семь патогенов, семь инфекций и три где-то смешанные инфекции. Для того, чтобы это утверждать или такое заявить, нужно, это подразумевает, что они сделали лабораторные исследования, то есть они выделили вирус, идентифицировали его и сказали, что вот у нас вот такой процент инфекций, такие инфекции у нас циркулируют. То есть у нас были мощности и возможности для того, чтобы выявить эти инфекции, в том числе и ковид, в их числе. А то встает вопрос, тогда почему эти инфекции у нас циркулируют с советского периода, они никогда не исчезали и не могут исчезнуть. Пока есть человечество, эти инфекции будут. Тогда вот такой вопрос встает. В 2020-2021 об этих инфекциях был не слуха. С утра до вечера народ терроризировали по всем средствам массовой информации, сколько людей погибло от ковида. Ковид, 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 с утра до вечера. Как будто счет ввели сколько. Когда спрашивали, ладно, нету других болезней в этой стране, только ковид. Они два года вот все эти инфекции диагностировали как ковид. С одной стороны, это профессиональное, не хочу сказать халатное отношение, это преступное отношение. Это раз, это непрофессиональное отношение, но самое ужасное заключается в том, что людей, у которых были различные ОРВИ, аденовирусы, энтеровирусы, которые сейчас циркулируют, парамиксовирусы различные, им всем назначали лечение против коронавируса. Вот в этом кроется преступление, что наш народ фактически превратили в подопытное животное для апробации каких-то препаратов, о чем без всякого зазрения совести и стыда заявил перед этим, вот буквально перед этой пандемией, тот, кто опозорил кресло министра здравоохранения человека, открыто об этом говорил, это при том, что это было запрещено по законодательству Армении, но этого человека никто не призвал к уголовной ответственности. Почему я это все попытался вам вкратце представить, чтобы было понимание того, что сегодня из себя представляет система здравоохранения Армении, или то, что называется системой здравоохранения Армении, а на деле это фактически сеть медучреждений, которые используются США в целях медико-биологической разведки и сбора информации по периметру Российской Федерации. По этому поводу я хотела поговорить на тему биолаборатории, которые действуют в Армении и в ряде стран постсоветских. Среди целей и задач они заявляют о повышении эпидемиологической безопасности страны. Так ли это на самом деле? Занимаются ли они повышением эпидемиологической безопасности? Мы знаем, что эти лаборатории финансируются военным ведомствам США, не министерством здравоохранения, а именно военным ведомством. И Москва не раз выражала обеспокоенность деятельностью, несмотря на то, что были заключены какие-то меморандумы с Москвой, но все равно, что там на самом деле творится, чем занимаются эти биолаборатории? Вы знаете, вот само понятие биолаборатории, которое сегодня уже как бы набило оскомину, да, оно вошло в оборот, оно имеет двоякое значение. Во-первых, это не только биологические лаборатории, под этим термином мы должны понимать медико-биологические лаборатории, в том числе лаборатории ветеринарной сети ветеринарного здравоохранения, лаборатории сети безопасности пищевых продуктов. Это все, вот вот эту всю область биологической и медико-биологической безопасности, вот это понятие покрывает. Для того, чтобы наши зрители тоже правильно поняли, о чем мы говорим, это мы не говорим только о лабораториях, где диагностируют болезни людей, да, это также лаборатории по диагностике болезней животных, в том числе особо опасных болезней животных, которые не передаются людям, и болезней животных, которые передаются от животного к человеку и обратно, так называемые реверс зоонозы, обратные зоонозы, по очень доступному и правильному советскому словарю, есть зооантропонозы, то есть зооантро от животного к человеку, и антропозоонозы От человека к животному. К сожалению, наши коллеги из представляющей страны коллективного Запада сделали все, чтобы вот эти правильные термины, которые наши советские ученые в свое время ввели обороты, которые лично я до сих пор использую, чтобы они просто исчезли из международного словаря, хотя профессионально они правильные. Медико-биологические лаборатории, которые действуют в Армении на сегодняшний день, это продукт политической договоренности, которая имела место в 2009 году. В 2009 диалог на эту тему начался в 2008 году, после событий 1 марта, вы знаете трагичных событий. В 2009 диалог уже более активизировался, более стал существенным. Эмиссары Армении ехали в США торговаться насчет бюджета и уже в 2010 официально присоединилась Армения к программе по снижению биологических угроз. Хотя эта программа была запущена в 1998 году для прямого воздействия на страны бывшего СССР и их разоружения, к тому моменту первыми жертвами этой программы стали Россия, Украина и Казахстан. Беларусь должен сказать, что нашла себе силы для того, чтобы не присоединяться или даже если было и сотрудничество, то оно было не таким глубоким, как, скажем, на Украине и в Казахстане. Да, Россия тоже сотрудничала в области ядерного разоружения, но в 2012 году, уже поняв суть этой программы, руководство России от нее отказалось. И, соответственно, с этого времени начали поступать заявления из МИД о сомнительной деятельности, которая проводится в рамках этой программы. Что касается Украины и Казахстана, вы знаете, что с помощью этой программы фактически поставили под внешний контроль. И сама эта программа является, я не раз говорил, инструментом колонизации, мягкой колонизации страны. То есть эта программа не требует ввода войск. Эта программа просто помогает захватывать управление страной изнутри. Это ключевые посты, ключевые системы, как бы захватить организм изнутри. Вы знаете, такие фантастические фильмы есть, когда какое-то инопланетное страшное существо или вирус, оно захватывает организм изнутри, подчиняет все тело своей воле. И это тело как зомбировано начинает выполнять все то, что нужно этому организму или этой субстанции. Вот эта программа имеет вот такой эффект. Она захватывает страну изнутри. Российские федерации это поняли благо, там службы безопасности не были в течение 90-х полностью инфицированы вот этим вирусом, так называемой демократии. Там остались офицеры и люди, которые реально думали во благо России. И результатом их деятельности стало то, что у руля стал человек, который буквально вытащил Россию из пагубного болота, который до сих пор руководит Российской Федерацией. Это тоже было результатом деятельности именно этих спецслужб, которые в самый последний момент просто спасли страну от полного расчленения и уничтожения. У нас этого не произошло. В первую очередь по заказу Соединенных Штатов было создано Министерство чрезвычайных ситуаций. И вот договор был заключен между Министерством обороны США, не поймешь почему, между Министерством обороны, а не здравоохранение. Уже это должно было натолкнуть на определенные мысли, даже непрофессионалов. И Министерством чрезвычайных ситуаций Армении, между прочим, должен вам сказать, что по моей информации достаточно долго вот курацию вот этой работы подготовительной, которая велась и достаточно долгое время после того, как лаборатории уже начали функционировать, велась бывшим министром обороны Давидом Тонуяном, который сегодня находится под Алистом. Я об этом утверждал, и года три-четыре назад я сказал, если я ошибаюсь, я готов публично извиниться, если я ошибаюсь. Хотя я знал, что я не ошибаюсь. И сейчас, особенно сейчас, после результата этой войны и многого чего, я не думал, что мне придется извиняться перед этим человеком, несмотря ни на что. Этот человек курировал эти биологические лаборатории достаточно долгое время. И вопреки вот всем утверждениям, что первые лаборатории в Армении открылись в 2016 году, помните, это красочное шоу с участием министра здравоохранения, министра сельского хозяйства, посла Милза, перерезания ленточки и так далее. Должен сказать, что к этому моменту вот то, что нужно было сделать в этих лабораториях, первичные работы были уже закончены. То есть и патогенные микроорганизмы были вывезены. Я вам применю конкретный пример. В 2015 году, за год до открытия лабораторий, появилась статья в журнале PLOS о том, как армянская чумная палочка, причем была издана в США, о особенностях армянской чумной палочки и как она распространена в Армении, локализации и так далее. Здесь встает вопрос, чума является особо опасным, чумная палочка является, ирсиния пестист, так называемая, особо опасным патогеном. Относится к группе А по классификации. Это самые-самые. Вопрос. Как чумная палочка с территории Армении была вывезена в США? Если вы попробуете в США перевести патоген X, который в сто раз слабее, чем чумная палочка, но если вы попробуете или скажете, что вы его перевозите из пункта А в пункт Б, вся гвардия Канзаса, вертолеты, лазерное слежение, перекроют все улицы, объявят национальный караул, желтый уровень опасности, не знаю, всем прикажут надеть белье цвета американского флага в целях защиты и так далее, защитное белье, там поднимется такой караул, здесь ничего. Мы узнаем о том, что из нашего депозитария исчезли, и это не единственный патоген. Я думаю, что очень много таких патогенов, в том числе возбудитель туляремии, возбудители сибирской язвы. Поймите меня правильно, я ничего не имею против американского народа. То, что я сказал, что они объявят караул, это правильно, так и должно быть. Потому что перевозится патоген, который может вызвать болезнь миллионов людей. И так и должно быть, это правильный подход, это меры предосторожности, в том числе и вовлечением армии, органов правопорядка и так далее. Это свидетельствует о том, что люди понимают опасность и возможные последствия утечки этого патогена. Я это просто сказал в шуточной форме, но я считал, что, ну, конечно, есть какие-то, конечно, у них и преувеличения, но подход в целом оправдан. Он сто раз лучше, чем когда ты не знаешь, что происходит у тебя в стране, с чем работают у тебя в стране, как вывезли из твоей страны в виде дипломатической почты, в виде чего. Ведь этот патоген же может таким же образом оказаться, к примеру, в центральной системе снабжения водой. Понимаете, если нет контроля над этим, представьте, вот патоген чумной палочки попадет к людям, не говорю террористам, а которые занимаются специальными действиями, да, к спецслужбам вражеской страны, к примеру, это же будет трагедия, это же будет массовый, это будет геноцидом, потому что болезнь такая, как чума, она косит, она косит миллионами, она очень быстро распространяется. У нас в стране, что сделали наши американские коллеги, они взяли под контроль все, буквально все коллекции патогенов, они их централизовали после 2016 года, когда они закончили все свои работы, а я вам должен сказать, что лаборатория, как минимум центральная референс-лаборатория, функционирует еще аж с 2011 года. Та же сама история с апробацией сибирской язвы на нашем населении, когда вспышка сибирской язвы была задегистрирована буквально через неделю после того, как в рамках программы, американской программы по снижению биологических угроз, Норгская инфекционная больница получила новейшее оборудование для диагностики сибирской язвы. И вы представляете, по какому-то несчастливому совпадению, через неделю у нас крупнейшая в истории Армении вспышка сибирской язвы, только по официальным данным 52 человека заразилась, хотя по неофициальным намного больше. И вот эмиссары программы сказали, видите, как мы вовремя, все они были диагностированы на нашем оборудовании. Что произошло с возбудителем, выделенным от этих пациентов, знают только эмиссары этой программы и работники, бывшие и настоящие, некоторые из них до сих пор есть, Центра по контролю и профилактике заболеваний. В 2017-м последний оплот, который держался, это был научно-исследовательский институт, животноводство и ветеринарии, бывший филиал Всесоюзного института ящеров, в котором я тоже имел честь работать и делать свою научную работу, и который обладал достаточно богатой коллекцией патогенов, болезней животных, в том числе и некоторых зоонозных болезней. Мы пытались всячески сделать так, чтобы не отдавать эту коллекцию, но в 2017-м году, когда я уже работал, я работал за границей, директора сняли с работы, коллекция перешла под их начало, и вот, вы знаете, это уже была последняя коллекция, потому что они захватили и коллекцию биопрома, и коллекцию научно-исследовательского института имени Африкяна в Абуве, они все, эти коллекции, которые были созданы, собирались десятками лет в течение всего советского периода, это все отказалось в их ведении. И последний был вот этот наш институт, животноводство и ветеринарии, сразу же где-то в ноябре они получили коллекцию, и вот, видите, уже на следующий год, буквально в первых числах, здесь произошел переворот, то есть передача власти уже, они уже полностью закрыли, систему органов, и все системы органов государства были полностью инфицированы их агентами, то есть все было подготовлено. И вот в 2018-м году произошло то, что произошло, а сейчас вот вся система здравоохранения, можно так сказать, является единицей медико-биологической сети США в регионе, и более того, несмотря на многочисленные заявления наших российских коллег, и из МИДа, и брифинги руководителя войск химической и радиационной защиты Кириллова, вот регулярные брифинги, захватившая во ныне власть группировка, она игнорирует все эти посылы, и более того, она по приказу своих хозяев, она еще более усугубляет ситуацию, вы, наверное, не знаете, или, может быть, вы уже в курсе, что буквально вчера человек, позорящий пост министра обороны Армении, объявил, что было объявлено, что он подписал еще одно соглашение о создании 13-й лаборатории, которая будет локализована в непосредственной близости от 102-й российской военной базы в Гюмри. До этого я в 2021 году не раз предупреждал, что функционируют, я говорил, что есть 12 официальных лабораторий, энное количество неофициальных, и плюс 2 лаборатории скрыто сегодня функционируют, и об их перерезании ленточки будет скоро объявлено. Так вот, вот в этом году уже объявили, что еще 2 лаборатории будут созданы. Григорий Владимирович, а вот то, что с Москвой были подписаны меморандумы о том, что открыты эти лаборатории, российская сторона может свободно иметь доступ, все, что их беспокоит, насколько вот это подписание, вот эти меры как-то способствовали снижению риска всего того, что вы описывали? Смотрите, в 2018 году я дал пространную пресс-конференцию на эту тему. Во-первых, это манипуляция. Ничего такого, когда говорят, что допуск для российских специалистов был открыт и так далее. Когда это объявил человек, который ведет сегодня Армению к гибели, он уже почти погубил Арцах, и сегодня Армению губит. Когда он это объявил, я выступил с пресс-конференции. Я сказал, что этот человек не владеет информацией. Да, был визит российских микробиологов из научно-исследовательского института, из Саратова. Это был ознакомительный визит в рамках двухсторонних отношений. Он не имел ничего общего с инспекцией так называемых биолабораторий. Более того, этих людей вывели на экскурсию, показали здание лаборатории, ввели в проходную, не допустили ни в какое из лабораторных помещений и вывели. То есть показали, смотрите, у нас вот есть то-то и то-то, а инспекция, это совсем другой процесс. Инспекция подразумевает подготовку отчета, который будет впоследствии переслан заинтересованным сторонам или сторонам, которые участвовали. Такого отчета не было. Я об этом говорил множество раз. Второе. Все подписанные документы, в первую очередь, документ ОДКБ, соглашение, договор о силах совместного и так далее. Четвертая статья, если не ошибаюсь, она подразумевает, что страны обязуются не допускать на своей территории действия других стран, которые имеют враждебную направленность к странам, членам ОДКБ. Понимаете? Это уже подразумевало. Но допуск лабораторий на нашу территорию, это уже было нарушением. Дальше, больше. Сейчас вот все эти уже подписываются. Вы же, буквально в декабре вышла первая часть моей статьи о том, в которой подробно изложена хронология, как армянская сторона пытается, не побоюсь сказать, задурить российскую сторону. То есть подписывая документы, тянет время, юлит, пытается... Вы понимаете, это уже не серьезно, то, что происходит. Я прекрасно понимал, что российская сторона, исходя из дипломатических соображений, первое время очень корректно отзывалась. То есть, вы помните, руководитель МИД Российской Федерации приехал сюда подписывать договор о биологической безопасности. Когда он приехал сюда, оказалось, что договор пока не готов, вы знаете, это все сказки Венского леса, как говорят, потому что, во-первых, никогда политическая фигура калибра, в частности, Лаврова, она не вылетает куда-то подписывать вот такие документы. Такие документы подписываются на уровне заместителей руководства МИД, начальников департаментов специализированных и так далее. Уже тогда, когда было объявлено о том, что страну посетит нашу страну посетит глава МИД Российской Федерации, я сказал, что подписание договора о биологической безопасности это вывеска. Этот человек едет с пакетом серьезных предложений, совсем других предложений, которые относятся к безопасности нашей страны, потому что, хотя я знаю, что Российская Федерация, несмотря на напряженную ситуацию, связанную с засилием нацистов на территории бывшей Украинской ССР, они предвидели вот ситуацию, осложнение ситуации на Южном Кавказе, в частности Арцарской проблемы. Но тогда, когда я это сказал, как бы это прошло немножко незаметно, Лавров приехал, здесь какое-то оправдание для детского сада, типа документ не готов, второе, мог быть человек такого калибра политик приехать, когда документ еще не готов, это же по дипломатическим каналам все согласовывается, люди едут, когда документ готов, проверен, прочитан, согласован, остается только поставить подпись, то есть там это протокол, это международное отношение, то есть говорить внутренней аудитории, вы знаете, документ не был готов, Лавров приехал, увидел, что ой, не готов и уехал, это просто смешно, но я тогда же опять же выступил, что с заявлением, что документ, подписание документа было заторможено, поскольку с 2018 года любой маломальско значимый документ, перед тем, как о нем говорится, объявляется и он ложится на стол для подписания, он в первую очередь ложится на стол посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения, без его ведома, без его не побоюсь сказать позволения, ни один документ в Армении на настоящее время не подписывается. Без ведома посла Соединенных Штатов Америки и посла Великобритании в Армении, руководители, вот, члены этой группировки, которая захватила власть в Армении, они даже выдохнуть и вдохнуть не могут без этого разрешения. В том числе и оппозиции, не только вот провластной группировки, в том числе и очень многих сил, которые сегодня позиционируют себя радикальной оппозицией. Та же история, то есть кричат мы с Россией и так далее, но ночью бегают в посольство Соединенных Штатов. Об этом не будем, я сегодня про друга хочу сказать. Подписание этого документа, потом вы помните, что для того, чтобы задобрить Россию по коленке погладить, армянская сторона письменно обязалась не передавать патогены больше США. А что передавать, если вы уже все передали? То есть то, что еще вам предстоит собрать, все, что у нас было собрано, вы уже передали. Потом даже это не понравилось США, то есть армянская сторона и это пересмотрела. Было заявление о том, что армянская сторона оставляет за собой право самой решать, передавать или не передавать. То есть вот этот весь балаган, который разыгрывается, и людям кажется, что то, что они делают, не понимают люди в соответствующих службах Российской Федерации, не понимают люди в соответствующих службах Ирана, Исламской Республики Иран, которая тоже очень озабочена присутствием медико-биологических лабораторий у себя на границе. Если это не понимают службы их любимой Турции, этих недочеловеков, которые сегодня кромсают нашу с вами отчизну, они все прекрасно понимают. Просто в данном случае они уже столько голову в песок засовывали, им казалось, что никто ничего не видит, мы уже приехали. То есть то, что те посылы, которые сегодня посылает Российская Федерация для захватившей в Армении власть группировки и стоящими за ними псевдо-оппозиционерами и так далее России как говорил известный сатирик Задорнов говорит просьба Страуса не пугать полбетонный уже. Нельзя. Уже приехали. Дальше уже изворачиваться невозможно. Мы уже потеряли Арцах. Арцах оккупирован. Не потеряли, но он оккупирован. И никто не знает, что творится на этих территориях, потому что по имеющейся у нас информации эпидемиологическая ситуация на территории республики Арцах, в частности Берзорского коридора и прилежащих территорий, очень мягко говоря, неблагоприятная. Очень мягко говоря, но я не буду вдаваться в подробности, но я помню, что даже будучи там, когда мы выезжали, уже там была неблагоприятная ситуация, труппы людей, труппы животных, это уже ЧП, но в данный момент очень серьезно там ситуация, эпидемиологическая ситуация по имеющимся у нас данным очень серьезная и это тоже не может не беспокоить соседние страны, да, если это не беспокоит группировку, которая захватила власть в Армении, она уже закрылась для себя историю Арцаха, то другие страны это беспокоят, потому что эта территория может перерасти в очаг ряда опаснейших инфекций, в первую очередь об этом этим обеспокоен Иран, но как мы видим лаборатории продолжают здесь функционировать, а я несколько раз предупреждал, что Исламская Республика Иран это не это суверенная страна, которая сама принимает решения, которая крупнейший игрок в нашем регионе, несмотря на то, что все говорят Турция, Турция, это по-моему немножко неправильное сравнение, Иран более молчалив, но Иран более серьезен и более суверенен, и Иран не поколеблется нажать кнопку, если он почувствует, что с территории Армении идет биологическая атака, мы становимся мишенью, на территории Сюника тоже, Сюникской области тоже действуют эти лаборатории, о чем я множество раз предупреждал, что эти лаборатории сделали нас мишенью, если не для Российской Федерации, то для Ирана точно, а вооруженные силы Исламской Республики Иран, в частности, корпус стражи Исламской революции, это серьезные парни, это вам не гражданский договор, это вам не Пашинян, это вам не наша оппозиция, это очень серьезные парни, которые любят свою страну, и они преданы своему лидеру, и если эти парни решат что-то сделать, они сделают, вот вам результат сегодня то, что на Ближнем Востоке идет, и они наказывают, я вам скажу, что, если кто не знает, что все те, кто принимал участие в организации убийства мученика генерала Косема Сулеймани, они все наказаны, причем наказаны в различных частях света, это значит достоинство, они наказывают их всех, в своих кабинетах, в своих ваннах, в своих туалетах, как говорил президент Российской Федерации Путин, они мочат их в туалетах, они мстят, Армения на настоящий момент, она как корабль без паруса, беззащитный, ослабевший, все патриотические силы, которые остались, они остались в рецессивном состоянии, они остались в меньшинстве, потому что, что говорит группировка и вторича им оппозиция, эти люди не дипломаты, они не знают, как нужно, и сами в угоду своим узким личным и групповым интересам, ведут страну к погибели. Тот же вопрос в медико-биологических лабораториях. Вы можете припомнить мне, когда хоть раз титул на оппозицию поднимал этот вопрос в парламенте? Вот когда? Лично я как минимум 10 раз призывал оппозицию, когда я еще считал ее оппозицией, призывал поднимите этот вопрос. это очень серьезный вопрос. Этот вопрос стал вывеской и причиной заглавия для специальной военной операции на территории уже бывшей Украинской СССР. Этот вопрос, вопрос этих медико-биологических лабораторий, и сегодня он приобретает еще более, большую актуальность. Григорий Владимирович, вот есть сведения, что армянские биолаборатории, они тоже были задействованы в проектах с биолабораториями на Украине. У вас есть такие сведения? Сегодня я решил сказать эксклюзивно вам то, что я до сих пор не говорил ни в каком из эфиров. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что очень большая работа ведется нами в сотрудничестве с малоизвестным телеграм-каналом, хотя он уже приобретает все большую и большую популярность. Этот телеграм-канал называется «Джинн из пробирки». Эти ребята потрясающе работают. Они делают огромную работу, мониторят все средства массовой информации, научные отчеты на всех почти языках, в том числе и на китайском. Их команда состоит из специалистов, которые владеют различными языками, и они в режиме реального времени выдают очень оперативную, очень полезную информацию. Пользуясь вашим эфиром, я бы попросил, поскольку сегодня мы говорим на русском языке, я бы обратился к соответствующим органам и службам Российской Федерации обратить внимание на этих ребят, помочь им и защитить их в их очень серьезной и трудной работе, потому что то, что они делают, не делает никто. Причем они это делают по собственной воле, используя свои ресурсы и делают достаточно большую работу. Это раз. во-вторых, ту информацию, которую они выдают, ну, конечно, я и мои коллеги мы ее проверяем, перепроверяем, потому что вот команда этого телеграм-канала, она не состоит из профильных специалистов, она занимается предоставлением, но приходится иногда немножко скрупулезно относиться к этому, потому что в различных изданиях, в различных документах иногда бывают несостыковки. Так вот, вовлеченность Армении. Армения была вовлечена вот в работу по различным патогенам как минимум с 2012 года. Как минимум я беру отчет с печально известной вспышки сибирской язвы. После этого у нас и работы велись и по Туляремии, между прочим, Туляремия тоже была опробована на населении Республики Армения как минимум в трех селах в 2017 году, о чем я тоже сообщал. И я это сообщал, это было не просто заявлением, это было основано на данных о распространении и болезни и путях его передачи. Очень было похоже на тот же путь передачи, который применялся при выдавливании серво-вискосово. А этот путь передачи в природе почти не встречается. Это в основном аэрозольное распыление, это в основном применяется как биологическое оружие. Сегодня начались учения НАТО. Стэд фаст как 24, не помню как дословно как оно называлось, но очень интересный момент. Я думаю, что ваши слушатели из российской аудитории тоже должны обратить на это внимание. Появились статьи одновременно в нескольких местах о том, что начинаются крупнейшие со времен Второй мировой войны военные учения НАТО 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, 80 самолетов, не знал сколько там кораблей и так далее. И было написано также, что будут задействованы искусственные интеллект и биологические технологии в первичном варианте статьи. Буквально через 2-3 часа мы берем эту статью, ну, команда тоже пробирки, джинность пробирки и так далее, мы вот обсуждаем, я пытаюсь смотрю все отчеты, которые за последний 2023 год были выпущены и так далее, причем очень быстро, потому что я чувствовал, что сейчас будет ситуация развиваться и так далее. Вдруг оказывается, что все эти статьи исчезли из интернета. Все эти статьи исчезли, а статья, которая говорила о том, что будут задействованы вот эти биотехнологии и искусственный интеллект, будут задействованы комплексно, что подразумевает, что значит биотехнологии. Это прямое предупреждение об использовании биологического оружия. То есть какие биотехнологии? Искусственные люди? Нет. Других биотехнологий я пока не знаю. Если это не люди, если это не животные, значит это патогены. Подразумевается. Эти статьи исчезли, но у нас остался этот абзац. Потом появляется статья, весь абзац почищен. То есть этого абзаца не существует. Наверное, кое-кому там кое-какому месту надавали, что ты пишешь. Открыто предупреждение о использовании биологического оружия в учениях НАТО. Но эти данные у нас есть. То есть и Армения, будучи непрямо вовлечена в передачу патогенов, является уже косвенным соучастником всего этого. Понимаете? Потому что есть центры повышения квалификации НАТО. Так называемые Centers of Excellence. Там наши специалисты специалисты стран НАТО и стран, которые находятся под колпаком у НАТО, такие как Армения, едут на повышение квалификации, обмен опытом и обмен информацией. Наши специалисты в последнее время очень сдружились с НАТО. И я не исключаю, что может предстоящей глобальной или региональной операции нашим специалистам и медико-биологическим лабораториям тоже отведена какая-то роль. Потому что главную региональную роль в Закавказском регионе играет Грузия, лаборатория в Грузии. Как в Восточной Европе играла Украина, в Средней Азии играет эту роль Казахстан, а в нашем регионе это Грузия. Армения являлась перевалочным пунктом для коллекционирования патогенов и их переправки. Перевалочным пунктом являлась. Но сейчас я не могу предсказать случаи военных действий против Ирана. Вы, думаю, знаете, что на оккупированной территории республики Арцах засилие израильских военных и уже после войны туда переправили большое количество исламистов из исламского государства, которые воевали против армянской армии тоже. Так вот, никто не знает, как будут использования эти лаборатории в случае военных действий против Ирана. Что будет с так называемым Мегринским коридором. Сейчас вы знаете, что захватившая власть в Армении группировка буквально опустошает инфраструктуру Мегри. Как будто она расчищает место для вражеской армии. Мы не можем сказать, чем это чревато, потому что по нашим данным там тоже есть лаборатория, если не той мощности, которая, скажем, функционирует, например, в Виджеване или в Сисиане, но там тоже есть лабораторная единица на территории Мегри. И вот последняя информация о том, что лаборатория будет создана на территории Гюмли в непосредственной близости от российской 102-й военной базы, что подразумевает прямой шпионаж. Это мое личное мнение. То есть я не знал, что делает лаборатория вблизи военной базы. И военной базы враждебного государства или против которого государство, которому принадлежат эти лаборатории, ведет латентную опосредованную войну. Конечно, наша группировка говорит, лаборатории принадлежат Армении. Но это настолько же правда, насколько они являются независимыми руководителями Армении. Вот примерно в этом ключе. Прикорий Владимирович, большое спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. И спасибо за ту полезную информацию, которую предоставили нашим телезрителям. Спасибо вам тоже за приглашение. Я надеюсь, что я пользуясь случаем, хотел бы просто обратиться к нашим коллегам и сказать, что вот армянским коллегам в первую очередь, что болезнь не спрашивает границ. И обслуживание интересов предательской группировки, которая служит интересам враждебных нам государств, не приведет к ничему хорошему. А когда здесь будет болезнь, или они какая-нибудь инфекция, или они заставят впрыскивать народу что-нибудь, что им приказали хозяева, они будут использовать и армянских наших коллег, и их детей. Никто не избежит этого. И еще хотел бы обратиться к российским коллегам с просьбой побыстрее разобраться с нацизмом на Украине, потому что на территории Армении зреет ситуация похлеще, чем с нацизмом. И я думаю, что помощь Российской Федерации в деоккупации Армении от сил НАТО их лабораторий и всех биологических отбросов, через которых они сегодня управляют Арменией, имеют ключевое значение, потому что наша страна стоит буквально в шаге от гибели. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...